Мы находимся на въезде в поселок Металлист. С нами ополченец Луганской Народной Республики, приехавший, то есть доброволец из России. Здравствуйте. Здравствуйте. Что бы вы хотели... Во-первых, собственно, что послужило поводом, что вы решились приехать на Украину, откуда вы и что вы передадите, скажем так, нашим солдатам регулярной украинской армии, которую их сюда прислали, которые находятся буквально в трех километрах отсюда? Ну, откуда я приехал, это не важно, если я вам не хочу. Важно то, что я приехал сюда бить фашистов, чтобы они не дошли до России, потому что потом будет совсем сложно. Мы не хотим на своей территории российской, чтобы было то, что творится сейчас здесь. Поэтому мы их уничтожим здесь. И передать я хочу, мы вот офицеры воздушно-десантных войск здесь, спецназа, нас здесь очень много. И сразу, чтобы было понятно, нас сюда никто не посылал, чтобы кривотолков не было. Мы здесь все сами. Более того, мы здесь почти незаконны для своей российской стороны. Но мы отсюда не уйдем, пока не уйдут они. А им я посоветовать не буду, даю рекомендации. Валить отсюда пока не поздно. Воевать здесь люди умеют. Если кто-то не умел, мы научили. Вооружение у нас достаточно, подготовка у нас отличная. Поэтому, чтобы не было с ними вот этого, лучше отсюда потихонечку уходить. А лучше по-быстрому. А так называемый ультиматум, который они дали, скажем так, неделю? Я его не слушал, слушать не буду. Мало того, более того, его вообще здесь никто не слушал. Что там сказал Парашенко ваш или Тихнибок? Я их приглашаю сюда. Пусть приезжают, поговорим. Понятно. Собственно, много ли таких еще добровольцев? Очень много. И с каждым днем все больше и больше. То есть уже, скажем так, обратного пути уже нет смысла? Да, офицеров много в запасе. И даже служивших много офицеров берут отпуск и приезжают сюда. Вместо того, чтобы ехать с ребенком и женой на море, они едут сюда зачистить, так сказать, эту территорию от правосеков, гомосеков и так далее. Ну, естественно, было ли какое-то, скажем так, рекомендации или приказ, скажем так? Рекомендации не было, все по собственному желанию абсолютно. Исключительно по собственному. Мало того, что мы скрывали, что мы здесь, потому что нам в России, нам за это никто по голове не поговорит. Спасибо и не скажет. Конечно. Поэтому не надо там говорить, что кто-то кого-то здесь послал, Путин, не Путин. Здесь все по собственному желанию. Абсолютно все. Ну, а платят? Это, получается, наемники? Просто бытует мнение, что если с Россией, значит, наемники и обязательно заедут. Нет, абсолютно нет. То есть исключительно на добровольных началах.